Здравствуйте дорогие друзья! Еще одна интереснейшая тема, на мой взгляд, вообще даже уже необходимая нам всем, это переход в пятое измерение предназначения Бога-человека. Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы переходим к новой теме и речь пойдет о вашем предназначении как Бога-человека на Земле. Мне хочется, чтобы вы поняли разницу между предназначением человека и Бога-человека. Если первый, обладая определенными талантами или способностями, делится с окружающими результатами своего творчества, получая от этого удовольствие сам и доставляя радость окружающим, то главным предназначением Бога-человека является жизнь в двух мирах одновременно. И сейчас я попробую объяснить вам, как происходит превращение человека в Бога-человека. Как правило, человек, вставший на путь духовного развития, начинает искать все больше и больше информации в различных эзотерических источниках, посещает разные семинары, лекции, школы, находит духовных учителей. Очень часто такой энтузиазм и такая информационная всеядность и оборачивается насыщенностью, знаниями, учениями, самыми разными мнениями, что в результате не повышает душу человека, а загоняет его в те же рамки дуальности, поскольку все эти направления, движения, школы, различные учителя отстаивают свои точки зрения, пытаясь привлечь на свою сторону как можно больше сторонников. Я не раз говорил в своих посланиях о том, что современный эзотерический мир уже мало чем отличается от мира трехмерного, поскольку превратился в настоящий рынок со всеми его атрибутами. Люди зарабатывают на этом деньги, губя собственные души и уводя с пути истинного тех, кто им доверяет. По-настоящему прийти к Богу, то есть к самому себе, поскольку все вы являетесь его частичками, можно только в одиночку, ощутив в своей душе полное слияние неба и земли, их нерасторжимую связь, их взаимопроникновение и взаимовлияние. Как это происходит? У всех по-разному, но главным индикатором того, что случилось с вами, является ваша полная осознанность каждого проживаемого вами на земле дня. Полная ответственность за каждую свою мысль, за каждое сказанное вами слово, за каждый свой поступок. И становится это возможным только тогда, когда вы живете в моменте здесь и сейчас, когда из вашей жизни уходит суета в мыслях, эмоциях, действиях, то есть энергетический хаос, в котором пребывает подавляющее большинство людей. На его место должна прийти энергетическая гармония, которая не только будет поддерживать на должном уровне ваши собственные вибрации, но и создавать вокруг вас некий оазис спокойствия, счастья и радости. Таким образом, вы сможете притянуть, спустить на землю высшие миры с их божественной энергией, перемешать их с земными, и в результате чего окружающее вас пространство начнет преображаться, растворяя в себе все то негативное, чем напитали его люди, живущие в трехмерном мире. Но почувствовать такое благостное, божественное состояние не только во время медитации, но и в повседневной жизни можно только тогда, когда вы сосредоточите все свое внимание на самих себе, заглянете в глубину своей души, отбросив все внешние костыли, которыми пользовались доселе в виде чужого мнения, разъяснений, наставлений, поучений других людей, может быть и очень хороших, но других. Несмотря на то, что вы все частички единого Творца, вы все слишком разные, и путь к Творцу у каждого свой, у кого-то легкий, у кого-то тернистый, но всегда индивидуальный. И чтобы стать Бога-человеком, воплощенным на земле, вам нужно научиться этому великому искусству, оставаться самим собой, одновременно являясь частичкой целого. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта, вы прослушали тему предназначения Бога-человека. Субтитры создавал DimaTorzok